Расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем матче против Дарьи Касаткиной здесь, в Москве. Как он складывался? Как вы оцениваете свою игру? В принципе, матч был неплохой, но я расстроена результатом, недовольна. Я ожидала от себя большего. Но так получилось. Это спорт. Но матч сегодня оказался лучше, чем вчера. Но не получилось. Я знаю, что могу больше. А что именно не получилось? Может быть, раннее время матча вам было неудобно? Возможно, ошибки. Ошибки невынужденные. Торопилась немножко. Тем не менее, в первом круге, несмотря на то, что не очень хорошо Кристина Владимирович проводит этот отрезок сезона, это все равно топ-игрок. И в любом случае она была первой сейной. Как вы скажете, что матч есть ней? Потому что, говорят, он был непростой. Именно были всплески в ее игре. И было неизвестно, начнет ли она играть. Ну да, матч был непростой, особенно психологически. Потому что, как таковых, розыгрыша длинной у нас не было. То ли эйс, то ли двойная. Это очень сбивчивый, очень неровный матч оказался. И очень сложно было свою игру найти. Но, честно говоря, только третий сет, к третьему сету более-менее у нас игра такая интересная, наверное, для зрителей стала. Конечно, я и она не в лучшем свой теннис играли. Ну вот, что вам помогает такие матчи выигрывать как раз? То есть, все-таки уже там, ну, два мучительных сета, да? Что вам помогает не терять концентрацию или, наоборот, найти ее в третьем сете? Ну, мотивация. А в чем мотивация? Мне хочется играть, мне нравится то, что я делаю, мне нравится теннис, я хочу выигрывать. Но, конечно же, не всегда это получается, но мне на душе я очень хочу побеждать. Знаете, что про ожидания хочу сказать? Если у тебя есть ожидания, то можно очень сильно разочароваться. Лучше никогда ничего не ждать, а просто ехать и делать дело. А там уже смотреть, как что, и стараться бороться. На каждый матч выходить и делать то, что ты и делаешь на тренировках. То есть, может быть, вы не смотрите сетку, да, перед... Ну, я смотрю, конечно, с кем я буду играть, да, смотрю. Только следующий матч, то есть дальше вы там... Ну, я смотрю один круг, потом, если выигрываю, следующий смотрю. То есть, так заранее не смотрю. Понятно. Теперь поговорим о Кубке Федерации, которые все ждут с нетерпением, потому что молодые составы, звездные, еще молодые, но уже очень звездные. Сначала начнем с вас. У вас впечатляющие победы на Кубке Федерации. Вы очень полезный игрок для сборной. Чем отличается для вас игра за сборную от индивидуальных выступлений? Ну, играя за стороной, это совершенно другие эмоции, ощущения. Играя дома, особенно, при поддержке, очень сильно помогает близких, родных. Когда ты знаешь, что весь зал за тебя болеет, орет, все хотят, ты просто еще больше мотивируешься. Это прям, ну, неописуемые ощущения, на самом деле, прям как мурашки по телу, такие вот, как такое вот что-то, еще хочется играть, еще, еще, еще бороться из последних сил. Как бы даже второе, третье дыхание открывается. Мне очень нравится со стороной играть, но это не похоже ни на что другой турнир. Приведите, конечно, болельщики, болеть за нас, за Беларусь. Мы будем стараться побеждать, бороться, показать интересный теннис. У нас, да, молодой и достаточно состав, ну, не достаточно, молодой состав девчонок. И мы все очень мотивированы.